доброго времени суток зрителям с членом гостям нашего канала с вами россия так канал роли game онлайн и мы продолжаем играть в игру под названием imperial glory это второй сезон не помню вроде 3 серия мы играем за швецию на самом-самом сложном уровне игры значит прошлость прошлое видео или прошлой серии мы постарались выстоять против дании не допускать ошибок которые допускали в первой попытке старта данью мы теперь в принципе не боимся хотя отрядов у них так уже поболее мы в союзе сейчас здание состоим у нас есть войска как сказал один из подписчиков спецназ с палками как вы видите вот они у нас все здесь есть это более навороченный отряд вот более похуже отряд значит соответственно что мы можем дальше делать я не могу наладить торговые отношения с другими странами к сожалению потому что у меня нету порта у меня нету выхода к морю выход к морю есть вот к примеру на территории дан и дании точнее в норвегии вот здесь но вряд ли они мне это продадут и деньги собирать очень много придется очень долго вступать в открытую конфрактацию с на ней я думаю у нас пока нету смысла потому что в принципе все эти вот эти отряды с палками вот к примеру это просто не серьезно надо что-нибудь покруче хотя бы стрелков кавалерию так далее чтобы мы были сильными чтобы мы давили всех только можно давить но к сожалению мы не можем так сильно развиться у нас очень мало по ресурсам нас нету денег у нас очень мало денег у нас очень мало денег очень мало дерева в общем мало всего мало еды из этого приходится нашему одному отряду сидеть в городе в общем ситуация очень тяжелая вот нам сейчас австрия объявила войну интересно господин австрия начинает войну с одним из наших союзников согласно условиям оборонительного союза мы объявляем агрессору войну ну австрия это еще ладно главное что не россия потому что она сразу могла бы отхватить нашу финляндию справа и нам бы пришлось идти с ними воевать и скорее всего после этого когда мы потеряли свои войска на нас бы напала дания срок действия договора об оборонительном союзе согласно дании великобритании и пруссии истёк дальний витек нам плохо относятся надо готовиться к войне ребята надо готовиться к войне на у нас блин нету средств готовиться к войне скажем так чтобы здесь на ней консульство она по извините нахер на то консульство литейный цех давайте может построим немножко артиллерии я конечно нужно было бы построить более обученных стрелков тогда не считаю что наступил подходящий момент хорошо давайте пока вступаем в союзы великобритании ищет возможность примкнуть еще зато платить деньги хорошо давайте всех берем со всеми дружим берем деньги обязательно берем деньги потому что нам они пригодятся знаете у меня созрел господи наш союзник данья платит стране саксония чтобы хорошо знаете мне созрел один план не знаю получится ли его реализовать для него нужно по крайней мере больше денег в любом случае но значит я вам сейчас вкратце расскажу что я хочу сделать я хочу с помощью дипломатии купить территорию россии вот к примеру можно взять ли курск или киев 19000 14000 москву не продадут в общем взять территорию у россии к примеру где-то здесь или курск или киев да туда перекинуть потом с ними заключить договор о проходе туда перекинуть свои такие сильно вооруженные войска собрать войска у себя финляндии и потом в один прекрасный момент ударить со стороны курска и ударе со стороны финляндии тем самым взять провести операцию соски в тиски то есть они не смогут никуда деться и с двух сторон сразу атакуют почему вы наверное спросите почему так все тяжело почему на туда нужно перекидывать войска потому что купив территорию и не имея в нем как бы административного центра то есть скажем как столица мы не сможем там рекрутировать войска и соответственно эта территория будет нам только для того чтобы построить там госпиталь к примеру там да и лесопилку то есть на войска нужно будет заводить искусственным путем то есть именно перебрасывать не рекрутировать на той земле именно перебрасывать в любом случае я считаю если нападение будет с двух сторон она будет более продуктивным чем нападение с одной стороны то есть они успеют стянуть войска и так далее а так мы сможем по захватывать максимально много территории и потом объявить мир там кстати вот на территории пруссии я вижу идет там жесткая заруба причем причем пруссию то оккупируют ребятки руси оккупируют но это уже не наши проблемы наши проблемы что было все вокруг господин разработана инфраструктура флота мы получили возможность захватывать в плен вражеские корабли мне каждая их победа у нас будут шанс увеличить свой флот и за счет вражеского хорошо я рад в качество морей теперь доступны но проблема в том что у меня нету блин выхода в море я не могу никак построить например и чтобы здесь если блин патовая какая-то ситуация если честно сколько дания хочет засвоить этот кусок несчастный попросить территорию норвегию сколько 15 тысяч метр к 4000 видите ребят ну то есть невозможно нормально заработать денег потому что у нас нету торговых путей очень сложная ситуация и вообще если честно я бы начал модернизировать свое войско верно мы сейчас этими займемся потихонечку давайте значит вот построим точнее рекрутируем одну пушку чтобы мы были крутые все столько дерева стоит елки-палки у нас этого дерева нет ни хрена нету вот так вот давайте тяжело 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 и быстро деньги мы набрать тоже не сможем никак сожалению если сейчас связываться войну мы очень сильно потеряем по таким ресурсам как продовольствие которого у нас тоже катастрофически мало да я когда начинал конечно сезон это за швецию и вообще используя этот мод я не ожидал что будет настолько сложно но ничего как-нибудь продвемся что-нибудь придумаем очень жалко что это мод и тут я считаю это определенный бах да вот когда нападали на нашу столицу бой проходил не у нас в столице а быть почему-то проходил на территории ну то есть мы не не было как таковой в столице но это наверно потому что в моде не учитывалось ну мне так кажется то что страны за которые мы сейчас играем стали империями соответственно если вы помните это когда вы нападаете на столицу империи там вот именно там петербург был да там еще что то то есть там она была прорисована как фор там этот так как это мод скорее всего это просто не продумали или забыли или на это не обращали внимание в общем на нас как бы напали и мы дрались в чистом поле скажем так так кто-то там выполнил какую-то миссию очень важную очень классную к сожалению о миссиях пока можем и не думать а когда сможем об этом думать уже будет слишком поздно зарубы там идут он к смотрите не переставая с аксония с австрией так россия предлагает право пересечения границ за 1000 копеечек давай россия проходи пожалуйста проходи проходи не переживай так согласно вашему указу да согласен моему указу я действительно такой указ давал ну что значит давайте вот этого ганса крестьяна андерсона в общем мы сейчас поменяем ладно хорошо сделаем по-другому распустить ополчение восстановим немножко денег давай теперь и у комплектуем скажем так тоже распустить тем более он и не смотрите жрут по 5 еды эти крестьяне этот шведский спецназ так хорошо хотя таким брутальным путем но мы все-таки уже перевооружили одного из наших капитанов продолжаем ждем точнее дальше дания почему-то дания к нам очень плохо относится ребят 27 очень плохо надо ждать агрессию надо быстрее перевооружать свою армию чтоб она была более более дееспособны и надо рассчитывать только на себя я никому из них не верю никому министерство информации ладно давайте что мы тут можем где-то построить в россии ничего не можем построить и какие здания нигде ничего здание киздание можно консульство вряд ли мы данию аннексируем мирным путем с россией у нас только торговое отделение на так ладно давайте дальше значит комплектуем я считаю нужно укомплектовать хотя бы один раз нам вот так вот о кавалерии давайте пройдемся так такой вот еще один отрядик сделаем потратим конечно кучу денег кучу ресурсов которые у нас и так нет но мы должны быть готовы а спецназ с палками который сидит у нас в гарнизоне мы его будем оставим так сказать на закусочку объясню в чем если сейчас на нас здание пойдет войной и кто-либо из них с помощью этих отрядов мы отобьемся потом резко выходит наш отряд со спецназом который с палками идет нападение на их территорию посмотрите дания перекидывает свои войска сюда к нам готовится нападать готовится я вам говорю тут увидите готовится нападать ничего мы тоже будем готовы мистер бонд так здание увидите союз создание истек сразу перекидывать сюда войска что тут у нее крестьяне крестьяне мы уже будем по пизде вооруженной скажем так вода не считает союз конечно да мне пора платить по счетам великобритания 400 копеек хорошо давайте уже 6000 мы скоро сможем выкупить кусок у даний вот теперь ребятки получается дилемма что же делать или мы покупаем кусок у даний миссия всемирная выставка теперь доступна давайте посмотрим что за выставка всемирная так что надо если вся наша нация объединиться и направить свои усилия на организации всемирной ярмарки время поведения уважения к нам других стран будет оставаться на предельно высоком уровне вознаграждение каждый ход в течение одного года прибавляет два очка симпатий к нам во всех прикольно но проблема в том что у нас нету морских торговых маршрутов и не будет да конечно очень тяжело нам и плохо что у нас нету выхода к морю поэтому скорее всего дилемма разрешается само собой ребят ладно пока нам придется вот так вот сделать потому что не можем и ребятки вывести наших бравых коней потому что у нас не хватает еды так вот значит я считаю что дилемма в принципе разрешается сама собой нам надо в любом случае покупать кусок даний потому что там есть порт а если там есть порт то соответственно мы сможем раша россия ходи пожалуйста а если там есть порт то соответственно мы сможем чисто теоретически устроить торговлю что было бы очень хорошо но план по поводу захвата россии с двух сторон остается пока в силе остается пока в силе возможно нам придется его реализовать чуть попозже ваш наследок до всех возраста в котором пора учиться почитать и писать для того чтобы дать ему лучше образование у к двору были приглашены самые именитые преподаватели страны блять это очень важно конечно у меня нету ресурсов чтобы эту страну тащить а вы мне блять писать и читать он учится да насрать вообще если бы он пришел бы сказал вот тебе блять деньги давай он купи кусок территории у дании он сказал бы все братишка спасибо реально пользу стране принес а так херня уведомление государство батавия захватила столицу государства пруссия пока ее столица находится под властью захватчиков империя будет считаться порабощенной и не сможет принимать участие в международных делах блять батавия захватила пруссию когда я был головой пруссии пример такой херни не было мы всех захватили так изучив журналистику вы получили возможность улучшать отношения с другими странами хорошо неважно миссия розетки камень теперь доступна подробности вы можете увидеть в окне миссии пока никакие миссии смотреть не хочу ребята потому что не до них сейчас мне не хватает пятнадцать тысяч ой семь с половиной семь шестьсот для того чтобы купить территорию в Дании если она мне еще продаст единственное реальные живые деньги у нас это только от союзов которые нам предлагают за деньги и всякой хрени больше у нас денег притока денег нет россия там что-то перекидывает я вижу войска свои подтягивает так сказать интересно россия еще деньги нам платит смотрите мы принимаем предложение россии по поводу перехода и у нас автоматом падает по одному этому падает отношение зданий может 23 ну я вижу нидерланды если я правильно понимаю кто там такой дерзкий на территории пруссии сидят мне интересно что там у них что там у них по войскам херня кавалерия херня так что тут у Дании стрелки стрелки пехота пехота Дания у нас такая именно варваровская реальная страна никакого развития в том плане что одни палочники скажем так поэтому не так надо на нее опасаться с ее палками что тут в россии тоже палки палки смотрите смотрите просто на о о опять же в основном одни палочники То есть тупо зерк раш, мясо такое, знаете. Хотя, конечно, если компьютер использует такую тактику, значит она хороша. Но я считаю это глупо. Тем временем, ребятки, у нас уже 9, почти 9,5 тысяч. Мы близки к цели. Я вас прекрасно понимаю, вы, наверное, хотите экшена. Сейчас, ребятки, немножко выровняемся по ресурсам, будет вам экшен. Войска у нас, в принципе, уже укомплектованы, но обновлены, скажем так. Так, в случае рейской агрессии мы наших крестьян закинем в форт, а нормальные войска выведем из форта. То есть вот эти мы закинем сюда, а эти, в конце, сделаем ротацию в ротацию. И, в принципе, сможем вольнуть тем, кто на нас нападет. Так, Дания считает, что нам хочет дать 1400 копеек. И Британия там какие-то копеечки подцепит, 400 примерно. Поэтому, видите, единственное, где у нас выстреливает. Россия нам 1400 подкидывает. Бизнес? Ничего личного. Марокко становится. Берут всякую шваль в Союз. Марокко какое-то, к нахер нам надо? Потом будет проблема с мигрантами. Сейчас они якобы в Союз, а сейчас быстренько на заработки поедут. Смотрите, Польша еще живая. Ой, да Польша, а ой, да поляки. Что-то у нас не очень быстро исследование проходит. И меня очень, конечно, волнует наш показатель с едой. О, смотри, вот это опасно. Серьезные, реально серьезные отряды, ребята, появились в России. Причем с нашей-то границей. Это очень серьезно. Так, давайте, еще немножко нам осталось. Если у нас будет 15 тысяч, будем пытаться покупать территорию Дании. Я очень большую ставку делаю на этот порт. Если порт этот прокнет, и мы сможем прокладывать торговые пути, это будет просто шикарно. Это будет просто очень шикарно. Если вот этот Норвегий, этот военный, да, военный. Да, нафиг не военный. Я, если что, снесу, поставлю торговую. Не столь важно. Важна сама территория. Фух, это же Россия передвигается по договору. Я думал, напали. Знаете, так вот у меня сжалось. Сердце, конечно же, сжалось. Вы не подумайте. Россия, Россия, Россия. Ну, давай, мне твоя тысяча как раз пригодится. Так, ребятки, 500 копеечек осталось до часа икс. Знаете, смешно получится, если Россия сейчас подойдет к нашим, ну, зайдет армия на нашу столицу, потом объявит войну Дании. Так как мы с Данией в Союзе, сразу, получается, мы будем в состоянии войны. Ну, как-то некрасиво получится. Когда вражеская армия у нас на территории, и войну объявляет. Интересно, технически это возможно в этой игре так сделать или нет? Первые корабли вон у Дании появились, ребятам. А это мог бы быть моя территория, я бы там корабли там строил. Саксония 900 копеек дает. Хорошо. 15 тысяч. Момент истины. Так, 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 так. Где этот у нас? Торговое соглашение. Попросить территорию. 15 тысяч хочет, да? Я тебе даже дам чучело. 15 800 дам. Блин. Не хотят они за 15 тысяч. Хорошо. Я дам вам 17 тысяч. Я соберу эти 17 тысяч и дам вам 17 тысяч. Плаксы гребаные. Не знаю. Товарищи, я считаю, это отличное предложение. Какие же они все глупые. Они не понимают, что лучше мне продать территорию по-хорошему, чем я приду и заберу ее силой. Так хотя бы они смогут еще немножко пожить и эти деньги потратить на себя. Ну, смотрите, у нас и Россия уже союзник стал. Дания всем платит. А я ей такие деньги, так что предлагал, большие. А она... Ничего. Ну, может, потому что еще, конечно, сыграло то, что у нас с ними отношения очень плохие. 20 тысяч это не отношения, конечно. Но если бы мне сейчас дали 15 тысяч, я бы согласился. Я бы на эти деньги настроил войско и потом бы пошел бы, дал бы пиздюлей и забрал бы обратно свою территорию. Компьютер не я, а я не компьютер, поэтому... Поэтому так все и происходит. Пора, чтобы союз уже распался. Так. Поскольку эта война только ослабляет на ваши страны, Государство Австрии предложило заключить мир, пообещав за это регион... Чего? Хорошо. Мне дали регионы, я не понял, что. У меня нет региона случайно. Нет. Жаль. Я думал, мне регион какой-нибудь дадут. Это, наверное, была просто ошибка в переводе. Ладно. Так, давайте у нас появились деньги. Попробуем еще раз торговое предназначение. Попросить территорию, Норвегию. И даю тебе 18 тысяч. 18. Вышон. Неотъемлемой частью. Сволочи. Ладно, Россия, матушка, давай с тобой попробуем. Значит, я хочу территорию у тебя. Курск. Сколько? 24. Обалдеть. Смотрите, как у них... Ух ты, блин. А Курск хоть того стоит? Какой-то портик есть. Видите, как у меня все хатки поручились. Ничего, ладно. Ладно, ладно, ничего. Россия забирает свои войска. Понимаете, мне кусочечек нужен. Кусочечек. Я бы вот себе взял бы в Восточную Пруссию. Но... Тут нестабильная земля. Постоянно какие-то конфликты идут. Постоянно какие-то разборки питерские. Так. Наня, как обычно, предлагает Союз. Хорошо. Может, получится Россию мирно присоединить к себе? Вижу, у нас все так прям... Все шансы. Все шансы у нас для этого есть. Можно будет попробовать. Если мы мирно присоединим Россию, чисто теоретически мы получим все ее земли. Ладно, ребятки. В общем, наверное, будем заканчивать. Мы собрали 20 тысяч золота. Попытались купить кусочек Дании. Но ничего, купим кусочек России. Или возьмем Восточную Пруссию. В общем, что-нибудь придумаем. Но это будет в следующем видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставайтесь с нами. С нами будет интересно. С вами был Росси. Всего хорошего. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.